Советская власть неминуема, неизбежна и в недалеком будущем победить в одном мире. Жить стало лучше. Жить стало веселее. Подписан акт обезоговорочной капитуляции. Желаю вам доброго полета. Поехали! Так что вы, господа, укайте, да оглядывайтесь. Мы вас не добили под Сталиноградом, а Украине. Обережай, соперник, выходит с бородом. Мы там сейчас в очень трудном отрезке перестройки. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. В декабре 21-го года отмечается 30 лет развала СССР. Только Союз не сам собой развалился. Его целенаправленно разрушили. У этого предательства своей страны есть конкретные виновники. Представители властных слоев и групп, чьими марионетками были сначала Михаил Горбачев, затем Борис Ельцин. Господи, благослови Америку! Именно Горбачева властные элиты подготовили и послали договариваться к хозяевам западного мира. В конце 84-го года первый и последний президент СССР посетил Лондон. Тогда Маргарет Тэтчер Горбачев понравился. Она будто благословила его, сказав, с этим человеком можно иметь дело. Через пару месяцев, в марте 85-го, Горбачев становится генеральным секретарем ЦК КПСС и запускает перестройку, каждая реформа которой, как диверсия, взрывала фундамент государства, приводила к коллапсу в социальной, экономической и политической сферах страны. Эти потрясения стали оправданием правящего класса для развала страны. Дескать, смотрите, совок не жизнеспособен. Сразу же в 85-м году Горбачев запускает крупную антиалкогольную кампанию, когда резко возросли цены на алкогольную продукцию, были сокращены объемы ее производства и массово стали вырубаться виноградники. На фоне обретшего популярность самогоноварения, из продажи исчез сахар. В апреле 86-го происходит крупнейшая в мире катастрофа на атомной станции. Существует версия, что взрыв на Чернобыльской АЭС – это научно спланированный теракт, целями которого были не только нанесение огромного экономического ущерба Советскому Союзу и загрязнение территории радиации, но и выведение из строя советской загоризонтной радиолокационной станции для системы раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет «Дуга». Она находилась в 4-х километрах от Чернобыля. В том же 86-м Горбачев провозглашает переход к рыночной экономике и демократии. Были постепенно насаждены кооперативы. С валютных операций сняли все ограничения, страну наводнили доллары. Генсек ввел в СССР политику гласности, свободы слова и печати. В страну хлынул поток иностранной пропаганды, обличающей советский строй. С 88-го года в стране под влиянием провокаторов в некогда братских республиках вспыхивают национальные конфликты. Как нарочно, Горбачев предельно жесток в их подавлении, чтобы обострить противостояние. Создается искусственный дефицит товаров, когда заводские склады ломятся от продукции, но ее запрещают отправлять в магазины для продажи населению. Полки прилавков опустили. На многие виды продовольствия была введена карточная система. Результатом вымывания товаров из магазинов стала гиперинфляция. Во внешней политике Горбачев сдал Западу все европейские страны соцлагеря. Был осуществлен распад Варшавского договора. Вывод советских войск из Афганистана. Произошло падение Берлинской стены. Генсек закрыл советскую военную космическую программу «Энергия Буран». Дескать, мы хотим мира и сотрудничества с Западом. Зачем нам военные технологии? Параллельно с этим Горбачев активно разоружал СССР, в частности, подписав со Штатами договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Типа «ради мира во всем мире». Это все равно, что выкинуть свой пистолет в надежде на дружбу с бандитами. По нашим данным, этот бессрочный договор Соединенные Штаты начали нарушать с 1999 года. Несмотря на шоковую терапию перестройки, 17 марта 1991 года 70% советского народа на референдуме проголосовали за сохранение Советского Союза. Но на этом референдуме вопрос был составлен хитро в расчете на неискушенных в политике граждан. Считаете ли вы необходимым сохранение СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик? То есть в самом вопросе уже закладывалась идея новых суверенных государств. Параллельно со Всесоюзным зачем-то провели первый всероссийский референдум о введении поста президента РСФСР. Считаете ли вы необходимым введение поста президента РСФСР, избираемого всенародным голосованием? 71% граждан поддержал это предложение, а через три месяца выяснилось, зачем провели этот референдум. 12 июня 1991 года первым президентом РСФСР был избран Борис Ельцин. То есть, по сути, в государстве возникло два центра власти – еще живой СССР с президентом Горбачевым и РСФСР с президентом Ельциным. Ряд государственных и партийных деятелей СССР предприняли попытку сохранения единства страны, известную также как августовский путь. Но за Ельциным оказалась большая сила и уверенность в своих действиях. Соответственно, объявляем незаконными все решения и распоряжения этого комитета. А потом три мужика поехали в лес и развалили СССР. 8 декабря того же 1991 года Борис Ельцин, как представитель Российской Федерации, Станислав Шушкевич, глава правительства Белоруссии, и Леонид Кравчук от Украины подписали соглашение о создании Содружества независимых государств. В нем констатировалось прекращение существования Союза СССР как субъекта международного права и геополитической реальности и заявлялось о создании Содружества независимых государств – СНГ. Президент СССР Михаил Горбачев мог бы пресечь действия этого незаконного соглашения, послав лишь один отряд спецназа, который бы арестовал заговорщиков. Но Горбачев предательски бездействовал. Он всех заверял, что троица тайно собралась за его спиной, ликвидировала великую державу, доложила об этом президенту США, а уже потом оповестила его, гаранта Конституции. А Ельцин сразу после подписания соглашения звонил президенту США Джорджу Бушу, чтобы полакейски взахлеб доложить о содеянном. Ельцин называл Буша «дорогой Джордж» и «господин президент». Буш его просто «Борис». Американский президент слушал более чем сдержанно, а через неделю прислал в СССР своего госсекретаря Джеймса Бейкера. Посмотрите, как холопски преданно смотрит Ельцин на очень напряженного Бейкера. Единственное, что хотели узнать американцы – в чьих руках сейчас находится красная кнопка ядерного оружия. Ельцин притащил с собой навстречу министра обороны Евгения Шапошникова, чтобы показать, что военные на его стороне. 25 декабря 1991 года Горбачев сложил с себя полномочия президента СССР. В силу сложившейся ситуации с образованием содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. На следующий день красный флаг был спущен над Московским Кремлем. Советский Союз прекратил свое существование. Президентом правоприемницы СССР Российской Федерации стал Борис Ельцин. В 1992 он выступал в Конгрессе США с подобострастной речью. Сравните его риторику с его же речью на съезде КПСС в 1980 году. Коммунизм не имеет человеческого облика. Свобода и коммунизм несовместимы. Что за это грандиозное и прекрасное будущее они будут бороться со всей революционной страстностью и неквалекомимой преданностью делу коммунистической партии. Коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас, на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть. Так как у нас нет иных целей, кроме целей партии. Нет выше долга, чем отдавать все свои силы, знания и опыт процветания любимой Родины. Господи, благослови Америку. Что же ожидали и что получили предатели своей страны? Перестройка была ничем иным, как переходом народной собственности в собственность правящего класса. Парт-номенклатура хотела заполучить себе богатство огромной страны. Через чубайсовскую приватизацию они ограбили народ. Запустив доллары в денежную систему, они сделали экономику зависимой от Запада. И все это ценой миллионов жизней обычных граждан, погибших и не родившихся в результате геноцидной политики 90-х. Партийные предатели Советского Союза ожидали, что если у них есть ядерное оружие и вторая экономика в мире, великие достижения, доставшиеся от предков, большие зарубежные дяди примут их в свой круг на равных. Намылились со свиным рылом да в калашный ряд. Запад переиграл наших новоявленных буржуев и их потомков. Экономика России, оставшаяся от СССР, разрушена, а ядерной кнопкой никого не напугаешь, потому что Запад крепко держит наших буржуев за их миллиарды, которые они в течение многих лет выкачивали из страны в зарубежные офшоры. Говоря другими словами, это западные хозяева наших буржуев выкачивают соки из России. А что же получили наши мальчиши-плохиши за предательство своей родины? За твое предательство и измену, которую ты совершил для торжества нашего буржуинского дела, награждаю тебя высшим буржуинским орденом, белым крестом предателя первой степени. За предательство своей родины мистеры и сэры поставили мальчишей-плохишей над смотрищиками, управлять западной колонией, в которую превратилась некогда могучая великая держава. КОНЕЦ Продолжение следует...